Детективы 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 Итак, уже по сложившейся традиции начнём с сюжета. Единственное, оговорюсь, мне показалось, что здесь как такового целостного сюжета нет. Нам дают по маленькой отдельной истории, и некоторые из них, конечно, могут сложиться в какую-то большую картинку. Может, такое чувство от того, что игру я не прошёл, может, ещё от чего я не могу ответить на этот вопрос. Итак, нашего героя зовут Коул Фелпс, ветеран и герой Второй мировой войны. После прибытия в родной Лос-Анджелес начинает исправно трудиться в полиции города Ангелов. Стоит проявить инициативу, расследовать пару дел, и вот Фелпса уже выдают костюм и шляпу и нарекают детективам. Тут и начинается всё самое интересное. Игра представляет из себя детектив с имитацией открытого мира. Почему имитацией? Да потому что в городе тупо нечем заняться, кроме как идти по сюжетным заданиям. Да, иногда могут быть, как сказать, случайные, второстепенные миссии, но от них удовольствия никакого. Они лишь разбавляют все эти головоломки погонями да перестрелками. Как же строится геймплей? В участке нам выдают какое-либо задание. После того, как Фелпс приезжает на место преступления, мы начинаем осматриваться, искать какие-то улики, опрашивать свидетелей и порнера. И когда у нас в кармане уже есть пара церкви, какая-никакая-то теория, начинается объезд подозреваемых и возможных свидетелей, попутно осматривая их же в площадь. Допросы, кстати говоря, наверное, одна из важнейших частей игры. Именно на них делали упор деволперы вместе с их крутой системой лицевых движений. И всё вроде бы ничего, однако в этих самых эмоциях они неслабо так накосячили. Насколько я могу предполагать, все эти навороты должны были только помогать расследованию, но на деле всё совершенно наоборот. Люди ведут себя неестественно, то есть на простые вопросы у них такая бурная реакция, как будто и ногу на живую отрезают. Бешеные глаза чуть ли не выпрыгивают из глазниц, на лице дичайший ужас и паника. Это, наверное, один из главных минусов. Однако в целом, допросы сделаны очень добротно, да и играть в принципе очень интересно. Но если бы игра состояла только из допросов, это было бы как-то нудно. Поэтому тембанди разлавили их погонями, перестрелками и... всё. Что касается преследований. Чёрт, если бежать за кем-то у своих двоих, это ещё куда не шло и вполне терпимо. До автомобильной погони просто ад. Дело в том, что управление машины здесь сделано как-то корявенько. Чуть нажмёшь на клавишу поворота и её уже несёт на всех парах в сторону. А о ручнике и повороте я вообще молчу. Если вы решитесь на такой фильм, то, скорее всего, поцелуйтесь с ближайшим бетонным другом и упустите свою цель. Кстати, пока не ушли от машины, выбор здесь довольно-таки неплох. Есть всякие секретные машины, которые не только были хорошими характеристиками, но и выглядели достаточно мило. А вот с моделями повреждений разработчики схалтурили. Выглядит всё, прости меня, господи, на уровне GTA 3. Машины взрываются и ломаются полностью одинаково. И без разницы, на какой скорости и в какой объект вы вписались. Теперь о перестрелках. На угощении недругов свинцом времени мы будем тратить не так уж и много, хотя сделаны они достаточно качественные, как я могу судить. И, конечно же, стоит отметить рукопашные бои, которые не представляют абсолютно никакой сложности и выигрываются путём нажатия двух-трёх клавиш. И понять смысл это я не могу. Теперь о технической части. И первое, что хочется сказать, так это про убогую оптимизацию. Кривой порт, назовите как хотите, но игра с таким уровнем графики с не очень-то большим миром не должна кушать столько ресурсов. Но это решается путём лёгких манипуляций в лаунчере, хотя... О графике было сказано несколько слов пару секунд назад, но хотелось бы чуть подробнее. Да, безусловно, анимация вид здесь шикарна, с этим никто не спорит, но всё остальное сделано как-то тухло, что в некоторых случаях даже режет глаза, когда смотришь как сцены, либо когда при допросах сильно приближают камеру к лицам, то закрадывается чувство, как будто эти лица натянули на голову и где-то в районе ушей заклеили скотчем или скрепили степлером. Да, и в целом игра выглядит уж никак не на 2011 год. И если уж портировать игру на персональные компьютеры, нельзя ли её немного доработать и привести в надлежащий вид? Я, конечно, не игрю подрочер, но это ужасно. Хотя нет, не столько ужасно, сколько неприятно. Пару слов о локализации. Не могу ничего сказать про качество перевода, ибо в английском языке я не силён, единственное, жалко, что нет озвучки. Читать сабы и следить за реакцией подозреваемого немного трудновато, но не критично. И что же у нас в итоге? Перед нами игра, которая придёт в походу далеко не всем, и в частности в середине игры мне просто всё это надоело, и я забросил играть. Однако, безусловно, своих фанатов она нашла и ещё найдёт. Если вы любитель детективов, то вам обязательно следует в неё сыграть. Ну а всем остальным посоветовать ничего не могу. Скажу лишь, что если вы пропустите мимо себя сие творения Тимбанди, вы не так уж много потеряете. Спасибо за внимание, с вами был Дэдмен, обзор подготовлен при поддержке ZonofGames.ru. Всем удачи, всем пока, и играйте в хорошие игры. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!